Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. И сегодня мое видео о пустых баночках. Вот такой у меня большой пакет скопился. Сейчас я вам все покажу. Буду доставать все подряд и рассказывать. Первое, что я хочу показать, закончился вот такой стиральный порошок. Ариэль. Очень понравился. Хватило мне его надолго. Около полугода. До 3 килограмма. Хорошо отстирывает, особенно белое белье. В основном я стирала школьные рубашки сына. Белые. Очень понравился. Буду брать еще. Так, следующее. Закончился вот такой шампунь. Шаума. Что я могу о нем сказать? Нормальный, но не из лучших. Бывают и лучшие. Его шампуни. Запах очень приятный. Пахнет, но не очень он мне понравился. Больше не буду покупать такой. Следующее закончилось у меня. Вот такое средство для мытья посуды. Очень хорошее. Покупаю всегда в Ашане. Стоит оно где-то 53 рубля. Здесь 1 литр. Хватает мне на 2,5-3 месяца. Очень хорошее. Рекомендую попробовать. Следующее. Закончился вот такой ополаскиватель. Торадент. Всегда берем такой. Очень нравится. Хороший. Здесь вот такой колпачок. Крышка скручивается. Очень хорошее. Освежает дыхание. Следующее. Закончился вот такой. Пема люкс. Сода 5. Постоянно беру такой. Очень мне нравится. Буду повторять дальше. Покупки. Следующее. Вот такой тоник для лица. Особая серия. Родниковая вода. Это по-моему с шиповником. Неплохой тоник. Но мне не очень понравился его запах. На любителя таком. Можно сказать. Ну а так. Качества у него хорошие. Дальше. Также. Особая серия. Пенка для умывания. Мятный мусс. Очень хорошая пенка. Удобный дозатор. Экономно расходуется. Приятный аромат. Хорошо справлялся со своей задачей. Думаю, что повторю в следующий раз покупку его. Дальше закончилась. Вот такая туалетная вода детская. От Арифлейн. Что я могу сказать. Так, если попалываться просто, то можно заказать ребенку для развлечения. Запах выветривается моментально. Просто как водичка. Несколько минут пахнет и потом развеивается весь аромат. Так. Следующий. Всегда покупаю вот такое мыло в экономичной упаковке. Крем-мыло овсяное молочко. Нежное. Питательное. Очень оно нравится. Я переливаю в дозатор для жидкого мыла. Экономно расходуется. Недорого стоит. Где-то около 40 рублей. Вот такая упаковка. Здесь. Сейчас скажу сколько грамм. 500 миллилитров здесь. Тоже надолго хватает. Экономичная покупка получается. Следующая. Закончился вот такой бальзам для волос Тимоты. Очень мне нравится. И бальзам, и шампунь тоже такой у меня был. Очень хороший. Не утяжеляет волосы. Приятно пахнет. Легко смывается с волос. Рекомендую попробовать. Следующая. Вот такая зубная паста закончилась. Аквафреш. Мягко-мятная. Очень хорошая. Стоит очень дешево. Она прям вообще замечательная зубная паста. Следующая. Вот закончилась такая маска для волос. Грязевая. С прополисом. Это от черных точек. От прыщей. От угрей. Постоянно беру такие маски. В Ашане они стоят копейки. Вот один пакетик на один раз. Рекомендую. У кого проблемная кожа. Попробуйте. Беру постоянно себе такие. Так. Так же закончилась вот такая маска. Тоже от черных точек. От Арифлейм. Неплохая маска. Но особо она ничего так не делала. Сильного результата я не заметила. От нее. Ну попробуйте. Может кто-то будет другого мнения. Так же закончился вот такой лак или средство для ухода за ногтями. Можно его так назвать. Тоже беру всегда в Ашане. Питание, увлажнение, укрепление ногтей. Ну я его использую в основном как основу под лак. Мне очень нравится. И ногти правда становятся крепкие. Лучше растут. Следующее. Закончился вот такой блеск для губ от Арифлейм. Точнее не закончился. Еще половина тюбика осталась. Но я не могу им пользоваться. И с самого начала. Как-то он мне не понравился. У него липкая какая-то текстура. Неприятно на губах. Ощущается. Было заявлено, что она якобы увеличивает объем губ. Но при нанесении несколько секунд, может быть секунд 20-30, чувствуется какое-то легкое пощипывание на губах. Но эффекта какого-то увеличения я не заметила. Поэтому не закончила я его. И запах не очень такой неприятный. Поэтому я его выбрасываю. У него уже и срок годности, наверное, вышел. Давным-давно. И последнее, что хочу показать. Вот такой пилинг для кожи головы с экстрактом бамбука. Название не буду произносить, чтобы не коверкать. Вот такой пилинг. Хватило мне этого тюбика на два раза. Здесь 15 мл. Ну, сразу после мытья головы ощущение было приятное. И волосы казались мягче, и прикорневой объем был хороший. Но уже на следующий день голова выглядела чистой, волосы. Но по ощущениям казалось, что волосы уже грязные. И хотелось их скорее помыть. Но если вот на один раз, на один день им воспользоваться, то неплохой. Хороший. Запах у него хороший. Мне понравился. Вот такой тюбик. Вот такие сегодня были у меня пустые баночки. Спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии. Свои отзывы о этих продуктах. Хочу также услышать, как вы к ним относитесь. Спасибо вам большое за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.